Доброе утро, еще раз, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу в прямом эфире, как мы анонсировали, как, в принципе, уже в последнее время, по понедельникам, представитель отдела вакцинации Национальной службы здоровья и эпидемиолог Никита Троянский у нас на прямой связи. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Да, ну вот два таких события, о которых хотелось бы поговорить. Это опять открываются вот эти большие центры вакцинации, есть возможность ревакцинироваться, ну и те, кто не успел или не смог, не захотел, есть возможность, наконец, пройти вакцинацию невакцинированным. Это один такой топик, если так можно сказать. И второе, конечно, все, что связано с омикроном, с его распространением, конечно, все с надеждой смотрят на, не знаю, на ученых, на медиков, может, они скажут что-то обнадеживающее. Пока, я так понимаю, нельзя с уверенностью сказать, что он менее тяжелый. Более заразное, это я уже понял, это уже доказано, но то, что менее тяжелый, здесь мнение расходится, да, Никита? Да, мнение расходится, и, опять же, нужно смотреть относительно, какого штамма мы измеряем. Он может быть менее тяжелый, чем дельта, но выглядит, что он похож на тот оригинальный штамм, вуханьский штамм, который сам в себе тоже был способен вызвать по всему миру локдауна, так что сам был достаточно тяжелым. Вот еще момент, я думаю, тоже вам задают часто эти вопросы. Да, вот если мы проводим параллель с украинским вирусом, то, наверное, не лишне вспомнить, что все-таки, когда он там начался, распространялся, ну, почти год, мы не имели такой надежной защиты, ну, если так можно сказать, как вакцинация. Сейчас, не будем говорить за весь мир, но если мы говорим, по крайней мере, за Латвию, все-таки процент вакцинированных довольно высок, многие получают и бустерную дозу, многие вакцинированные тоже переболели, и из-за этого, ну, есть же какая-то слабая надежда, что все-таки вот такой массовой заболеваемости, которая вот там была, не знаю, год тому назад, все-таки сейчас не будет, исходя из того, что я вот перечислил. Не совсем мы все-таки знаем, что вакцины против коронавируса, которые доступны сейчас, лишь краткосрочно защищают от самой инфекции, но долгосрочно защищают от тяжелого течения заболевания. То есть все равно люди будут заражаться, и поэтому, если вы используете слово заболеваемость, я думаю, заболеваемость будет высокая, и на самом деле достигнет рекордной, из-за того, что омикрон настолько заразный. Но, конечно, те, которые провакцинировались двумя дозами, а тем более получили повторную, бустерную вакцинацию, еще и переболели, допустим, будут попадать в больницы. Да, вот это, наверное, тоже вопрос, который, ну, я думаю, это еще в будущем. Как нам научиться вот с этим жить? Да, потому что ведь мы понимаем, что здесь даже предположить, что люди очень ответственные, или, может быть, те, у которых работа позволяет вообще из дома не выходить. Ну, есть же такие у нас, там, не знаю, компьютерщики, да? А я знаю, многих они уже, там, не знаю, годами без всяких пандемий вообще работают из дома, да? И то, как мы знаем, и они заболевали, потому что если они сами не выходят из дома, к ним обязательно кто-то приходит в гости или родственники. Ну, в общем, мы же не находимся в каком-то там изолированном пространстве на каком-то одиноком острове. Поэтому, наверное, все-таки нам все равно нужно думать о том, что как нам вот с этим жить. Да, да, согласен. Будет ли в связи с этим, на ваш взгляд, все-таки меняться тактика? Потому что вот буквально пройдет неделя, мы вступим в третий год жизни в пандемии. Да, ну, понятно, что там в Китае это все раньше началось, к нам это пришло, если я не ошибаюсь, в марте 2020 года. Ну, вот в марте 2022 будет очередная годовщина, да. Я думаю, то, чем наша Европа чуть-чуть отличается от, например, той же Америки, тем, что у нас в Европе, в обществе сложилось ощущение, что вот провакцинируемся и все закончится. Но это связано с неправильной научной коммуникацией с самого начала. Потому что, конечно, вакцина очень действенна и от заболеваемости краткосрочной, от тяжелых случаев болезни долгосрочной. Но все равно это нужно комбинировать с другими способами ограничения вируса, особенно когда эпидемиологическая кривая идет наверх. Например, понятно, что, чтобы справиться с омикроном, нам нужно все больше и больше носить респираторы сейчас. Далее, я думаю, что тестирование станет неотъемлемой частью ежедневности. Например, если вы собираетесь идти к кому-то в гости на Новый год, то протестируйтесь тестом антиген перед и через день или два дня после мероприятия, чтобы убедиться, что вы пришли на мероприятие незараженным и ушли с мероприятия, не заразившись. То есть, я думаю, таким образом мы будем приспосабливаться. Да, но есть еще один момент. Я понимаю, что вы эпидемиолог, у вас своя работа, вы не отвечаете за экономические процессы, но ведь мы можем себе представить, если действительно здесь сомнений нет, что омикрон очень заразный. Вот человек действительно... Ладно, Новый год – это особый случай, здесь я с вами полностью согласен. Ну, вот, допустим, в ежедневном режиме человек протестировался, у него нет симптомов, но вдруг выясняется, что он таки заразился омикроном. И вот теперь представим, что эти тысячи или миллионы, которые протестировались дома, никто больше на работу не вышел. Да, так сказать, ну, вряд ли они вам позвонят и скажут, может быть, вы нас теперь будете содержать. Ну, я так утрирую, но ведь мы понимаем общую ситуацию, если в Латвии выяснится, что процентов 50-60 заражены бессимптомно, но по существу они не могут идти на работу, да, вот, если так придерживаться законодательства. Не совсем сейчас и в Латвии проводятся работы над так называемым планом непрерывности работоспособности. Как-то так, и в Великобритании, например, мы уже сейчас видим, что одновременно в Лондоне около 10% людей заражены в данный момент, да, и, соответственно, например, пожарников больше, чем 10%. Соответственно, сейчас пожарные службы не могут так реактивно реагировать на вызовы. И что делается? Ну, во-первых, уменьшили в Великобритании период самоизоляции с 10 дней до недели, если два теста подряд отрицательны. Это антигенные тесты, а не ПЦР. Например, в Америке вообще, например, главная служба эпидемиологической защиты сказали, что если дойдет до того, что у нас кризисная ситуация, и люди не могут выходить на работу, они вообще могут отменить самоизоляцию для критических работников, там, медиков, полицейских, пожарных. Ну, то есть, есть, когда все вакцинированы, и, допустим, даже если ты заразишься, ты не попадешь в больницу, то, возможно, какие-то отступы, чтобы не произошел полный коллапс службы. Таким отступлением является ли решение правительства отпустить на всех тусоваться в новогоднюю ночь? Как вы вообще воспринимаете эту идею? Ну, конечно, я это очень плохо воспринимаю. Как? Потому что, ну, мы знаем, что после праздников у нас очень часто через неделю, 10 дней происходит всплеск заражения. А сейчас зима, сейчас новый штамм, который уже начал местно циркулировать. Поэтому, конечно, это потом отыграется в 10-х числах января или даже раньше. Но, во-вторых, это очень плохой сигнал обществу. Что это говорит обществу? Что пандемия закончилась, что ли? Так нет. Мы вначале новые ситуации, очень непредсказуемые ситуации. Поэтому, конечно, стоило, наоборот, порекомендовать отмечать Новый год в кругу своей семьи или, может, с максимумом одним домохозяйством. Тестироваться и точно не гулять в баре. Нет, ну, не знаю, что касается прогулок в баре. Да, это, мне кажется, что многие не гуляли бы и без пандемии. Это уж дело вкуса. Но вот прослеживая, можно ведь понять логику правительства. Насколько ее можно понять? Наверное, я с вами соглашусь здесь. Но ведь логика правительства была каковой, насколько я понимаю. Что в прошлом году был комендантский час, как мы помним. Новый год и Рождество практически не справлялось. Ну, по домам. Видимо, следующий год, год выборов. И правительство решило, что поскольку локдаун и ограничения, как вы правильно заметили, 10 или 11 января неизбежны. И с тем мы будем гулять новогоднюю ночь или не будем. Они решили, ну, хоть как-то скрасить вот эти тяжелые будни, которые нас ждут впереди. Да, но ведь я так понимаю, что все эти разговоры политиков опрометчивые, что 11 января мы отменим чрезвычайную ситуацию, видимо, договоримся с омикроном. Я утрирую, но это уже не оправдалось. Не правда ли? Да, я думаю, что это достаточно невозможно. Но я очень надеюсь, что до локдауна не дойдет. Но хотя поживем, увидим. Потому что сейчас сложно сказать. Потому что мы видим, что в Великобритании и Дании пока что количество госпитализованных не такие высокие. Но опять же, смотрим на Великобританию и Данию, где омикрона очень много. Им все равно пока что заражены только молодые социально активные люди. Посмотрим, как омикрон себя будет вести, когда он вторгнется в группы сеньоров. Например, насколько вакцинированные сеньоры часто будут попадать в больницы. Но надеемся, что вакцина, особенно повторная вакцина, будет действовать очень хорошо против омикрона. Мне, честно говоря, все равно непонятно. Это логика, но то, что ты говоришь перед выборами, показать, что можно гульнуть в новогоднюю ночь. Но какая разница в новогоднюю ночь разрешать для того, чтобы через неделю все равно ужесточать? Все запомнят, как обычно запоминаются последние слова, последние действия. Очень сложно сказать. Я думаю, что правительство решило хоть как-то дать людям такую психологическую отдушину, может быть, боясь каких-то протестов в этой ситуации в будущем. Здесь я даже не хочу. Это, наверное, больше вопрос к психологам. Возвращаясь все-таки к теме омикрона. У всех же вы это тоже неоднократно, может быть, затрагивали. Это вопрос, на ваш взгляд, будет ли в будущем, сейчас с научной точки зрения, создана какая-то а-ля, если это вообще возможно, универсальная вакцина, которая будет захватывать все и будущие эти штаммы, или в какой-то момент необъяснимо, как это было в мировой истории, этот вирус сам покинет нас. Да, вот, потому что говорить о каком-то вообще коллективном иммунитете в данной ситуации, вы, по-моему, тоже это говорили, не приходится. Ну, вирусы особо никогда нас не покидали, за исключением последних 20 лет. За последние 20 лет, на самом деле, есть вирус Зика, и есть еще такой родственный коронавирусу, вирус Мерс, который, на самом деле, сами исчезли. Это очень странно. А тот же грипп 2018 года, он просто стал жить с нами, но мы уже развили иммунитет, и поэтому перестали от него умирать. Поэтому я думаю, что вирус не исчезнет. И по поводу универсальной вакцины, например, уже 30 лет пытаются создать универсальную вакцину против гриппа, но не получается. Я думаю, что вакцины против коронавируса сейчас будут вложены, уже вложены больше денег, чем в разработку вакцин против гриппа. И на самом деле все упирается о финансовый вопрос. Поэтому я думаю, что да, в один момент у нас будут такие, либо так называемые поливалентные вакцины, которые защищают против многих штаммов одновременно, либо универсальная вакцина, которая снабжает человека именно тем антигеном коронавируса, который вообще не меняется. В отличие от этого белка, который притерпевает. Чтобы это не было бесконечно, вы правы. То есть, в принципе, напрашивается, да, такого рода вакцина. Конечно. Да, потому что понятно, что и от гриппа люди прививаются, многие, по крайней мере, каждый год. Но мы видим, что с учетом ее особенностей коронавируса, такое ощущение, что чуть ли не каждые 4-5 месяцев, понятно, что в перспективе, наверное, так быть не должно. Но вряд ли мы там дойдем до 25-38 прививки. Нет, конечно, так не должно быть. Я думаю, до этого не дойдет. Но, тем не менее, в данный момент самое здравое решение, которое человек может предпринять, это пойти и сделать именно бустерную вакцину, чтобы, во-первых, увеличить свою защиту от тяжелого течения заболевания. Но и, на самом деле, чтобы сделать такую альтруистическую работу над уменьшением количества вирусов в обществе. Потому что мы видим в Великобритании, что гораздо реже люди после бустера заражаются омикроном. Как минимум 2 месяца он дает хорошую защиту. Вот интересно, что исследования на американские, я читал, которые говорят о том, что они как-то по анализам крови смотрели, сравнивали, исследовали, что те, кто полностью вакцинировался двумя вакцинами, ну, не знаю, Pfizer они проверяли, и еще успели после этого переболеть, ну, мы знаем, что люди заражаются и болеют более легко, и после двух вакцин Pfizer, то у них довольно надежная защита. Значит ли это, что на каком-то этапе, когда будет ограничен срок действия сертификата по антителам, те, кто дважды вакцинировался, переболел, может быть, так, бессимптомно, то есть не делал он, не подтвердил вот этот факт заболевания, тоже как-то это будет учитываться? Или вы не сторонник такого подхода? Я не сторонник такого подхода, потому что проблема с антителами, ну, есть очень много проблем, но одна из них, во-первых, каждый тест дает разный результат, нет стандартизированного теста. Но, во-вторых, мы не знаем, при каком уровне антител человек, на самом деле, защищен от инфекций или от госпитализации. По одному и тому же тесту, на самом деле, если сдашь тест после Джонсона-Джонсона, у тебя будет 70-80 этих связывающих единиц на миллилитр, а от Модерны 2500, да? Но мы же знаем, что Модерна не в 30 раз эффективнее Джонсона-Джонсона, то есть это не совсем сравнимые величины. Напомню, с нами в эфире Никита Троянский, представитель отдела вакцинации Национальной службы здоровья. Нам на Фейсбуке пришла такая, не знаю, реплика, назовем это реплика, от нашей слушательницы. Десятки лет необходимо, чтобы изобрести вакцину, пишет дама, ни на одну, год-два не тратилось. Никита, можете ли вы как-то объяснить, парировать вот этот тезис? Потому что, на самом деле, часто возникают такие вопросы, содержащие сомнения касаемо эффективности вакцин. Ну, есть много причин, по которым вакцины разработаны так быстро. Но прежде всего, все упирается, конечно, в то, сколько финансирования было дано на проведение испытаний вакцины. Потому что обычно это очень длинный процесс. Выбивание денег. В этот раз было, как никогда, большое финансирование. И самое, что главное, гораздо легче увидеть эффективность вакцины в разгаре эпидемии. Потому что, чтобы доказать, что вакцина эффективна и безопасна, нужно, чтобы достаточно большое количество людей в группе плацебо, которые не получили вакцину, заразились сравнительно с людьми в группе, у которой была вакцина. И, соответственно, когда не происходят эпидемии, то занимает десятки лет, чтобы эта разница набралась. Здесь в течение двух месяцев наглядно было показано, например, в случае испытания астрозанеки, что люди после вакцины гораздо реже заражаются и гораздо реже попадают в больницы. Но это другая причина. И, на самом деле, надо понимать научный контекст. Уже с конца 80-х проходят исследования над как технологиями МРНС, то есть снабжение этого генетического кода МРНС в клетке человека, так и аденовирусных векторных технологиях, на которых базируется астрозанека, спутник, Джонсон-Джонсон. То есть это всё не в один день появилось. У нас уже 30 лет мы накапливаем знания об этих технологиях. Да, но прошу прощения за профанное такое высказывание. Но если вакцины не модернизируются, а появляются всё новые штаммы, то есть вакцины те же, а вирусы модернизируются, то как раз-таки эффективность снижается. Несомненно. Но то, что мы видим по факту, это всё равно вакцина, которая заточена под старый штамм из Вухани, до сих пор хорошо защищает и от госпитализации в случае заражения дельтой, альфой, омикроном, как мы это сейчас видим. Но, конечно, вирус обходит вот этот первичный, самый тонкий слой защиты от инфекции. Да, это правда, и поэтому ждём, насколько быстро смогут разработать вакцины, которые специально заточены под омикрон или вообще по универсальную вакцину, как именно лады. Спасибо, надеюсь, Юлия Андреевна вас услышала. Юлия Андреевна, если вы нас слышите, на самом деле, напишите комментарий, удовлетворил ли вас ответ. Никита, ещё такой вопрос. Касаемо дополнительно выборочного тестирования в аэропорту, насколько оно эффективно? Есть ли какие-то данные за последнюю неделю-две? Все вот эти вот рейсы из Германии, Великобритании, России и прочих стран, где повышенная заболеваемость омикроном. Я понимаю, что последние две недели чуть-чуть увеличивалось количество везённых случаев, но оно увеличивалось незначительно, с одного до трёх процентов, скажем. Последний раз, когда я смотрел пять дней назад, это были три процента. То есть, ну, понятное дело, что в глобальном мире мы сейчас значительно не можем закрыться, скажем так, за счёт тестирования. То есть, всё равно люди с вирусом будут приезжать, будут получать ложный негативный тест, а потом заражать других. Но сейчас у меня была какая-то мысль по поводу тестирования омикрона. Но то, что показывал господин перевозчиков в кабинете министров, это то, что больше всего, на самом деле, случаев возятся из Египта, Турции, России. То есть, Великобритания, которая у нас кишит омикроном, на самом деле была, мне кажется, на седьмом или восьмём месте по количеству импортов. Поэтому, опять же, сложно приоритизовывать сейчас. Будем тестировать Египет, из которого вводится в 10 раз больше случаев, или Великобританию, где в 10 раз меньше, но зато много омикрона. Ну, то есть, в принципе, большого толку от этого экспресс-тестирования дополнительного и выборочного нет. Можно не тратить, не выбрасывать деньги и, в общем-то, не пугать людей, не тратить их время. Ну, потому что, если экспорт вакцины, вы говорите, там 1-3%, а заражаются внутри Латвии, то к чему это вообще возня нужна? Нет, я думаю, в этом есть смысл именно с новыми штаммами. Поэтому, мне кажется, они же приоритизовали те страны, в которых много омикрона, и стараются тестировать как можно больше людей из этих стран. В этом есть смысл. Это, может, купит нам одну неделю в борьбе с омикроном, потому что на одну неделю как бы медленнее будет происходить заражение. В этом определенно есть смысл. Просто он не такой большой. Гораздо лучше, если бы мы тестировали всех. Наше время подходит к концу. Никита Троянский, представитель бюро, как принято называть по старинке, еще о вакцинации был с нами. Ну, наверное, пожалуй, последний раз в этом году. Поэтому, Никита, хорошего, продуктивного вам Нового года. Остаемся на связи. Здоровья. Хорошего настроения. У нас с Аббиком пауза небольшая, после которой мы вернемся в студию с новым гостем. С нами будет Марис Путис, советник Союза самоуправления. Речь пойдет о том, что в следующем году такие местечки, ну, жители этих местечек, я надеюсь, не обидятся за это слово, Кекова, Адежимару, предложены стать городами, получить новый статус. И вот обсудим с господином Пукисом плюсы и минусы этого нового статуса. Оставайтесь с нами. Радио Болтком